Так, друзья, сегодня такая необычная тема, связанная с Минэкономразвития и закредитованностью населения. Почему она такая необычная? Потому что у нас в компании сейчас растет число клиентов долгосрочников, то есть те люди, которые купят акции и посмотрят, что с ними происходит только через полгода. И для таких клиентов интересны какие-то масштабные темы, макроэкономические темы, темы, связанные с экономикой. И все, что я сейчас скажу, это мои личные мысли, а никак не официальная позиция компании о целях. Значит, так, по поводу закредитованности и высказываниям Орешкина, Максима Орешкина. Давайте посмотрим, что сейчас происходит в стране. Самый высокий уровень закредитованности это Калмыкия 83%, то есть отношение годовой заплаты и долга. Адыгея 69%, Чуваша и Курская область 67%. Я был в области Нижегородской и мне сказали профессора, там я был в университете, что у многих студентов по три кредита висит. Три кредита и они приходят, ну, в общем, приходится им подрабатывать и уже тут, честно говоря, не до учебы. А вот кто виноват? Всю вину почему-то вешают на население. Население, конечно, тоже виновата, но государство, которое внушало долгие годы о том, что с каждым годом будет жить все легче и легче, тоже, я считаю, виновата. Возьмем предвыборную кампанию правящей партии, 2002 год. Написано, что и доходы сравняют с европейскими и в 2008 году каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье. Вне зависимости от уровня доходов, в 2017 году у России будет лидером мировой политики и экономики. Ну, конечно, если будет лидером экономики и жилье будет, то не страшно кредиты брать. То есть очень долгие годы население обещали, что с каждым годом будет жить все лучше и лучше. Ну и сформировалась привычка брать кредиты, потому что доходы будут расти, ну как же, вот так вот, сравняют с европейскими и прочее, прочее. При такой ситуации, я сейчас говорю, ну, пойти взять кредит, ну не страшно. Так вот, я возвращаюсь к теме, к Орешкину. В эфире Эхо Москвы он сказал следующее. Безболезен сократить количество новых кредитов, отдаваемых населению, не получится. В 2021 году проблема взорвется. До 2022 мы не дотянем. Так давайте ей заниматься сейчас, чтобы, как говорится, не быть обожженными в 2021 году. Ну вот, что это такое? Как это объяснить? Я сейчас объясню, почему Максим Орешкин настойчиво поднимает не в первый раз тему закредитованности. Дело в том, что есть прогнозы Минэкономразвития, они следующие, что резкий рост ВВП, рост экономики будет в 22, 23, 24 году. Значит, в 22 году 3%, 3,1, 23 год 3,2, 24, 3,3. Прямо написано, что ускорение будет происходить на фоне повышения внутреннего и внешнего спроса на российскую продукцию. Сплат конечного потребления домохозяйств возрастет до 1,3%. Вот это вот и обуславливается это ростом реальных доходов населения. Вот это вот есть ключевая фраза во всем том, что я сейчас сказал. То есть настала пора подцелить подстилку на тот случай, если прогнозы о резком росте российской экономики не сбудутся. Ну далее простейшая логическая цепочка. Слабость потребления из-за низких реально располагаемых доходов. Далее получается, что низкие располагаемые доходы из-за большой закодитованности. Все понятно. А я предупреждал, а я предупреждал, поднимите эти статьи. А можно сразу сказать, что это соломка, но если будет реально сильный рост, то про эти предупреждения никто даже не вспомнит. Вот тут есть инженеры на линии. Вот представьте такая ситуация. Некой мотор и муфта соединительная. И редуктор. Мотор, редуктор, между ними муфта. Чтобы не покалечить редуктор, не передать слишком большой крутящий момент, в муфте есть некая шпонка. Инженеры рассчитали там сечение этой шпонки, чтобы она срезалась, когда будет слишком большой момент. Вот эта шпонка и есть заявление Орешкина. Так на всякий случай. Муфты крутятся, но если что-то это, то вот я же предупреждал. Орешкин человек не глупый. Он понимает, что такое, когда за дело инвестирования, инвестиции берется государство. У нас есть пример достаточно свежий. 2007 год создания госкорпорации. Вот. И он это все понимает. То есть начальный импульс, конечно, будет получен. Нацпроекты стартуют до 2024 года. Там порядка 25 триллионов, что ли, будет. То есть начальный вспрыск, он даст некий рост. Далее надо будет уже мерить от этой высокой базы. И очень может быть, что мультипликаторы, которые должны этот рост раскручивать дальше, они не включатся. Допустим, подавление внешних факторов. На этом случае есть некая шпонка, которая срежется. И можно сказать, вот, 23-24 год, вот, не получилось. 22-й. На чем мой связан скептицизм с мультипликаторами? Ну, связан с госкорпорациями, которые были созданы в 2007 году. Обещалось населению о том, что уже через пять лет или пять-шесть лет будет экономический эффект от деятельности госкорпорации. Ну, там, я напомню, Ростех, там, ВЭП и прочее. А, по сути, эта все тема потихонечку замялась. Ну, и не могла не замяться. Потому что, когда государство берется инвестиции, потом начинается некий пшик. Это некий дармовой ресурс, который можно расходовать налево-направо. Не заботить об эффективности. Инновации можно к черту послать. Вот, поэтому все очень печально. Также и в этой ситуации мы можем получить начальный вспрыск, после чего некий пшик, мультипликаторы не включатся, и прогнозы Орешкина загорят о сильном росте. Вот такой мой взгляд частный, почему Орешкин так часто говорит о закредитованности нацеления. Орешка.